И если мы идёмся назад в ретроспективе, то давайте вспомним, что все три президента России, которые были до сегодняшнего дня, обозначали свою готовность к сближению с Западом до того уровня, который даже не исключал членство России в НАТО. Но фактически Запад, развивая сотрудничество в рамках НАТО с Россией, потихонечку расширял сферу своего влияния, вытесняя Россию сначала с европейского пространства, тягив члены НАТО восточноевропейские страны, а потом занялся с пространством постсоветским. Начал с Прибалтики, хотя Россия говорила, что это уже красные линии, но перетерпели, стали и прибалтийские государства, членами НАТО. Потом начались попытки туда втянуть Украину и Грузию. Потом была провокация с Грузией, когда они попытались силой решить территориальные проблемы. А Россия, начиная с начала 90-х годов, решала все задачи на постсоветском пространстве, территориальные проблемы государства, только с одной позиции, чтобы эти проблемы решались мирным путем. И многие забыли, но когда проблемы возникли у Грузии, и мы остановили этот конфликт, то санкции применили мы к Абхазии, а не к Грузии, с тем, чтобы они шли по пути восстановления экономических, культурных связей и восстановились связи, позволяющие говорить о единой Грузии, включая и Абхазию, и Южную Осетию. Но у них терпения не хватило, и после того, как была им оказана помощь Соединенными Штатами и рассчитывая, что они прикроют их деятельность, Саакашвили пошел на военную авантюру. И НАТО в этот момент, вместо того, чтобы использовать механизм Совета России и НАТО и обсудить проблемы, что возникло, захлопнуло дверь и не стало разговаривать с Россией, и начался период наращивания санкций против России. Потом последовала попытка и переворот государственный на Украине, тоже под маркой того, чтобы втянуть Украину в НАТО. И сегодня идет речь о том, что Грузия и Украина, они не теряют шансы, и НАТО им дает такой повод не терять шанс вступить в НАТО. В конце концов, должны быть рамки разумного, когда приближается инфраструктура военного блока уже фактически непосредственно к территории чуть ли не Московской области. Ну, наверное, это уже выходит за определенные рамки. А когда мы поставили определенный заслон попыткам вытеснить Россию из Черного моря, потому что за переворотом на Украине крылся и замысел вытеснить Россию из Крыма, точно так же, как когда говорили о приеме Грузии в НАТО и вытеснить с того побережья Черного моря, связанное с Аказием, ну и в целом, если в участке. И когда мы не дали возможность реализовать с Крымом замысел вытеснения России из Черного моря, то начались активные попытки давления на Россию. И сейчас, после встречи Байдена и Путина, когда, казалось бы, наметился этап более-менее восстановить нормальные отношения хотя бы в военной сфере, в сфере контроля вооружения, именно в день, когда открылась международная конференция по безопасности в Москве, именно в эти часы была предпринята целенаправленная провокация, которые решили продемонстрировать, что Запад не воспринимает владение Крыма Крымом России, не воспринимает нашу государственную границу. Ну, это может привести к возникновению вооруженных конфликтов. Я думаю, что, конечно же, это не должно привести к войне. И дальше, чем вооруженный конфликт, если исходить из разумного поведения сторон, это не приведет. Но дело в том, что, когда такие конфликты возникают, то значительную роль играют, во-первых, эмоции руководства. А руководство сегодня, в отличие от времен Карибского кризиса, это не политики, которые сами прошли войну. Продолжение следует...